Ну что же, друзья, завершился субботний день, завершились матчи субботы. Сегодня их было целых 12 и, собственно говоря, сейчас я вкратце расскажу о том, как развивались события в этих поединках, кто с кем играл и кто как какую игру и закончил. Начался игровой день с матча Суперлиги, который мы активно анонсировали в наших социальных сетях. Разумно Сыла играла против коллектива TechVitExport и Разумно Сыла победила со счетом 5-2. Счет открыл Константин Иванкевич, потом Денис Мусаев счет сравнял, но все-таки Разумно Сыла смогла потом додавить своих оппонентов. Тот же Иванкевич записал на свой счет дубль, хитрик, простите, а дубль в составе Разумно Сылы оформил Денис Крашан. Второй мяч за TechVitExport забил Александр Путин. Еще один матч Суперлиги. UMG Vivo. Команда Сергея Мельниченко оказалась сильнее коллектива Vivo и также победила со счетом 5-2. Два гола за команду UMG забил Роман Лопатин. И Максим Сусловец также отметился двумя забитыми голами за UMG. Правда, один из этих мячей он забил в собственные ворота. Еще один гол за Vivo забил Владислав Паскар. UMG побеждает 5-2. И еще один матч, друзья, который завершился со счетом 5-2. Феникс в бронзовом дивизионе победил коллектив Дерби Киев, который приехал на эту встречу без замен. Дерби Киев открыл счет на второй минуте матча и практически 30 минут удерживал это преимущество в счете. Но затем Феникс все-таки додавил оппонента, который уже был уставший. Феникс забил 5 мячей. По разу отмечались Глазнев, Мринский, Невгодовский, Саядов и Шендрик. И, собственно говоря, Феникс победил 5-2. В матче золотого дивизиона БВС Торк обыграл Девелопекс, который к концу сезона сбавил, к сожалению, обороты. Прекрасно команда Владимира Гобова начала этот сезон, но затем чуть-чуть не хватило им, видимо, сил и опыта. БВС Торк победил 3-0. Дубль оформил Назар Гаранжа. Еще один мяч за БВС забил лидер этой команды Роман Помазанов. В составе Девелопекс, как вы понимаете, никто голов не забивал. Однако у Девелопекса отсутствовал Александр Ус. В матче серебряного дивизиона Хелен Марлен Юнайтед играла с командой Юнайтед. И коллективы со схожими названиями закончили эту встречу в ничью 3-3. Достаточно интересный был поединок. Такие своего рода футбольные качели. Но в итоге все закончилось ничьей. И Томич дважды отметился за Юнайтед. Еще один гол на свой счет записал Алексей Нарожнов. А у команды Хелен Марлен Юнайтед забивали Зелинский, Унанов и, конечно же, Евгений Ященко. Команда организаторов успешно проиграла коллективу РВС Банк со счетом 3-7. Как обычно, огромное количество голов забил Полищук. В этот раз их было четыре. Дважды отметился еще капитан команды РВС Банк Олег Войтенко. У Севси Кичтим один гол записал Александр Русин на свой счет. И Александр Томич отметился дважды. Причем Александр Русин забил очень эффектный гол ударом пяткой в девятку. Блэк Альфа в матче того же серебряного дивизиона уступила команде по купон ЮА 1-2. То, о чем мы практически постоянно и говорили. По купон ЮА постоянно набирал форму, скажем так, больше сыгрывался, подключал более серьезных футболистов. И по купон к концу сезона вышел, как мне кажется, на пик формы. По купон выиграл 2-1. Рядченко и Титаренко забили голы в стае по купона. У Блэка Альфа на последней минуте отметился, конечно же, Анатолий Питько, капитан этой команды. ДТЭК-2 обыграл АМФК 2-1, но сделал это, я бы сказал, со сверхусилиями. Давайте отдадим должное команде АМФК, команде Сергея Ананка, которая счет открыла на 10-й минуте матча. Руслан Гришин забил уже третий матч за две игры. И практически весь матч АМФК играла на равных. АМФК даже иногда создавала больше моментов оборот команды ДТЭК-2. Но просто поймал кураж Александра Дорошенко, голкипер этого коллектива. И он, собственно говоря, сделал огромный вклад в победу своей команды. За ДТЭК-2 забивали Бекузаров и Рипа на 35-й и 37-й минуте матча. То есть всего 5 минут не хватило АМФК, чтобы отобрать очки у фаворита этой встречи. 2-1 побеждает ДТЭК. В матче Суперлиги Террикон обыграл Голаса со счетом 6-1. За команду Террикон дважды отметился Дмитрий Заико. Поразу забивали Игорь Киричок, Павел Каравчак, Кирилл Матвеев и Михаил Белозуб. У Голиодорова отметился Анатолий Петрецкий. Однако отмечу, что Голаса опять выдала прекрасный первый тайм. Всего 2-1 уступал коллективу Александра Русина после первых 20 минут этого матча. Но затем то ли не хватило сил, то ли не хватило все того же опыта. Но Террикон додавил своих оппонентов, таким образом продолжив борьбу за золото в Суперлиге. Первый состав ДТЭКа обыграл Керхер со счетом 9-4. Однако здесь было не все так гладко для команды Максима Риппы. Почему? Потому что Керхер уже к четвертой минуте Керхер вел 2-0. И вы знаете, ДТЭК долгое время не мог прийти в себя, но затем после первого забитого гола, которому отметился Виктор Степанюк, все пошло как надо. Степанюк забил 4, Шрам забил 2, Абрамов также 2, и Алексей Пиченко записал еще один гол на свой счет в составе ДТЭКа. Тремя мячами за Керхер отметился Богдан. Шуляк 9-4 побеждает ДТЭК. Два матча осталось, надо обсудить. В 112 Украина в бронзовом дивизионе проиграл Виннеру со счетом 1-8. Все предсказуемо. В пятером приехали на этот матч футболисты 112 Украина без своих лидеров. И, соответственно, шансов противостоять Виннеру у них было немного. Язанал Мухаммади снова забивает много, снова забивает 4 гола. По-моему, это уже третий покер для него в этом сезоне. И, собственно говоря, Виннер побеждает 8-1. Тут все понятно и ясно. Один гол в составе 112 забил Александр Терещенко на 35-й минуте матча. В последнем матче субботы в очень непростом противостоянии. В интересном матче золотого дивизиона Ураган обыграл Геус со счетом 6-3. Тоже была достаточно равная моментами игра. Сначала Сачок гол забил, потом Гришин счет, собственно говоря, сравнял. Но мастерство отдельных футболистов Урагана, наверное, все-таки сделало разницу. Сачок отметился 4 раза. И Сачок отметился 5 раз, прошу прощения, друзья. Еще один гол в составе Урагана на свой счет записал Тарас Швец. И дублем у Геуса отметился Сергей Белеля и Роман Гришин. Таким образом, вот со счетом 6-3 завершилась эта игра. Так вот проходили матчи субботнего игрового дня. Друзья, я хотел бы напомнить вам о том, что наш чемпионат близится к завершению. И хотелось бы больше уважения от вас, в первую очередь, к своим оппонентам. Игра игрой, очки очками. Но главное, получать удовольствие от футбола и уважать своих оппонентов. Рубрика Кучин вещает. Увидимся с вами уже завтра.